всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть сегодня шестой день нашего с вами абсолютно бесплатного марафона похудения по методу мироневич и сегодня мы с вами поговорим про очень важную тему будет много полезной и нужной информации тема сегодняшнего дня это сложности в начале похудения потому что я думаю каждая когда начинает снижать свой вес сталкивается со сложностями и сейчас мы с вами не только проговорим про то какие сложности бывают потому что в общем да они в принципе одинаковые достаточно но естественно все люди разные все мы индивидуальны и конечно каждый из нас сталкивается со своими сложностями и я хочу чтобы вы относились к этому именно так что до сложности бывают потому что ничто в жизни просто не происходит вот тем более когда мы ставим такую важную жизненно важную проблему как расстаться с лишним весом с лишним жиром который вредит нашему организму и сложности это всего лишь часть пути это не значит что у вас не получится похудеть это значит что вы прилагаете много усилий и конечно же с теми привычками с которыми вы жили долгое время расстаться так быстро как и нам хотелось бы как мечталось не получится но это просто значит что нужно продолжать итак начинаем какие же сложности бывают начале похудения это будет и на моем личном опыте и сейчас еще на опыте консультации личных которые я провожу потому что мне это очень сильно помогает тоже так скажем расширить свой кругозор и в общем начинаем сложность номер один я думаю с этим сталкивается каждая женщина которая начинает худеть это конечно же отсутствие уверенности в себе и в том что в этот раз получится потому что в основном люди которые начинают снижать вес по моему методу конечно же хоть так же как и я до худели уже много раз но что происходило они ну практически голодали до из изма изнуряли себя в спортивных залах там на каких-то домашних тренировках и к чему все это приводило к тому что да как-то там они худели но потом старые привычки на той непривычки возвращались и лишний вес возвращался и соответственно женщины понимают уже что смысл как-то теряется то есть мы похудею я потом вес наберется обратно и это такая вот привычка жить в этой карусели и уже лишний раз опять не хочется в это все ввязываться потому что это на самом деле да особенно если на диетах сложно и вообще вредно даже до для здоровья вот и конечно же уверенности в том что у тебя именно в этот раз получится в начале нет но опять это не значит отсутствие вот этой уверенности веры в себя что у вас не получится потому что самое главное самое нужное это продолжать это трудолюбие и это последовательность то есть без веры но при отсут присутствии большого количества труда все получится а потом когда у вас раз за разом начнет получаться тогда и придет вера наконец-то в себя свои силы в то что у вас получится поэтому если вы сейчас думаете что вот марии легко рассказывать она же уже похудела на 55 килограмм она моложе чем я у нее муж который и поддерживает и так далее так далее то есть каждый из нас ищет какие-то такие отговорки для себя чтобы не худеть и я сама так делала много раз ну не зря же я весила 120 килограммов и до отговорок а вот таких до каких-то сложностей всегда будет много но только вы можете похудеть ну а я конечно от всей души хочу вам помочь поэтому если вам кажется что у вас не получится да и у вас не получалось много раз то это значит что нужно попробовать еще раз потому что все таки вы знаете один из моих жизненных таких девизов это лучше жалеть о том что ты сделал и там не получилось либо какую-то ошибку то совершила чем жалеть об упущенной возможности это то что помогает мне вообще очень сильно по жизни и я всегда этому правилу следую как бы страшно и дискомфортно мне не было и на самом деле это приносит просто отличные результаты поэтому если вам кажется что не получится это нормально если вы не уверены в своих силах это тоже нормально вот но это не отменяет того что вам нужно трудиться стараться для себя для своего здоровья и тогда как я говорил уже выше когда у вас начнет получаться уверенность обязательно появится поверьте мне второе следующее из первого это конечно срывы ошибки какие-то недочеты потому что повторюсь еще раз мы все люди естественно а по вот щелчку как только мы решили до изменить наконец-то свой образ жизни сделать его более здоровым то есть ну улучшить свою жизнь это не значит что вот произойдет вот такой момент да и вы переключитесь сразу на новый образ жизни так это не происходит и конечно же на вашем пути будут разнообразные какие-то неприятные моменты какие-то срывы где-то вы съедите лишнего или где-то вы сидите совсем того что не нужно есть да по старой привычке где-то наоборот вы перестараетесь потому что очень много до таких моментов что мы хотим до начинаем и хотим побыстрее все это сделать поэтому лучше к я поем поменьше а потом у кого-то вес останавливается из-за того что ну очень мало едят люди у кого-то наоборот из-за того что мало есть человек да и ограничивать сильно свой рацион начинаются срывы конечно же кто-то наоборот где-то лишнюю съел там за это запрещенку скажем так и это я хочу чтобы вы знали что это абсолютно нормально и да это вот такая найти расхожая скучная фраза но это не отменяет того что она верно отражает суть происходящего не ошибается только тот кто ничего не делает я ошибалась много 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 раз и это действительно неприятно потому что нас к сожалению из самого детства затачивают на то что раз ты ошиблась значит ты там ну образно да ты плохая там так и так далее так далее а я думаю вот такой бэкграунд есть у всех поэтому это абсолютно нормально но если вы ошиблись у вас произошел срыв это не значит что у вас не получится это значит что вы делаете много и когда вы делаете много естественно начинаете делать что-то конечно же у вас какие-то бывают недочеты ошибки срывы если да это применительно к похудению мы говорим и я хочу чтобы вы знали что это нормально и не стоит себя винить и естественно я это говорю да в том смысле что не стоит себя винить то есть что-то случилось да неприятно но мы продолжаем это самое главное то есть это нужно рассматривать именно в такой парадигме ну соля ви случилось бывают все мы люди продолжаем то есть не в той парадигме ну случилось и буду к я дальше там себя жалеть кормить и так далее нет так естественно вы не похудеете но когда вы будете более спокойно относиться к своим каким-то ошибкам будет намного проще и со временем тоже это произойдет и опять конечно же когда вы будете привыкать ошибок будет становиться меньше уверенности будет больше и конечно будет больше того что у вас получается а номер три это страшная на самом деле тема это отсутствие цифр ну результатов да то есть цифр на весах которые уменьшаются потому что абсолютно все заточены на то что то есть все это диетической махиной огромнейшей индустрии которая продает там не знаю тренировки добавки марафоны все что угодно что связано да там какие-то таблетки ну в общем я думаю вы знаете ассортимент также как и я это не суть важно то есть все заточены на то чтобы как можно быстрее увидеть как можно меньшую цифру на весах но мы с вами уже из нашего личного опыта понимаем что эта стратегия неэффективна потому что мы быстренько похудели и потом вес наш возвращается и еще так скажем с доб с экстра весом то есть вес еще и увеличивается а поэтому конечно несмотря на то что да мы умом понимаем что да мы уже это проходили не один раз наступали на эти грабли но все равно этого самого вот результата видеть хочется и не у всех он вначале выражается в цифрах на весах потому что у меня напомню вес стоял в начале три месяца хотя я весила 120 и это было жутко неприятно это было очень демотивирующе но самое главное то что я уже поняла что у меня особых вариантов то нет либо я буду продолжать свой путь и я хотя бы уже себя лучше чувствую у меня стало там меньше отечности я стала во время ложится до лучше просыпаться лучше себя чувствовать и у сергея вес снижался то есть ну мужчина быстрее действительно худеет вот и я все-таки поняла что буду продолжать хотя это конечно злила потому что я реально очень сильно старалась прикладывала все усилия конечно ошибалась как пункте 2 однозначно как и все мы вот но все равно я очень-очень много усилий прикладывала и конечно это отсутствие результата вот именно этой цифры на весах просто не знаю убивала меня потому что вы знаете что человек активный я люблю трудиться стараться но и конечно получать до результат и примитивных похудений у нас всех приучили что это цифра на весах но опять на своем личном опыте это не только это это то когда у вас пропадает чувство кирпича в желудке да вот от этого переедания или от какой-то нездоровой тяжелой еды или то что вы начали лучше себя просто чувствовать проходит отечности а появляется элементарно больше энергии то есть не забывайте о таких результатах они на самом деле есть и будьте внимательнее и конечно вот опять в правильном смысле снисходительнее к себе и ищите конечно везде плюсы потому что минусов искать вообще не надо их жизни достаточно наша задача быть на светлой стороне силы и конечно искать плюсы продолжаем 4 тоже очень обидная такая сложность которая вот даже сейчас когда я провожу личное сопровождение тоже бывает ну 50 процентов это неожиданные проблемы со здоровьем потому что это вообще на самом деле когда я лично с этим столкнулась мне это показалось бредом но потому что такого быть не может я там не употребляю алкоголь я не ем там колбасу не пью сладкую газировку не ем на ночь там каких-нибудь котлеток с макаронками либо или бутер да там не стрескиваю и я себя очень где-то через пару-тройку недель сильно начала плохо чувствовать у меня жутко реально болел живот то есть это были какие-то как спазмы наверное или в общем очень сильно у меня болел живот резалый и желудок и печень и поджелудочную в общем что-то жуткое мне так казалось то что симптоматика была реально такая вот угрожающая и я даже вот настолько мне было плохо что я не спала ночью и естественно испугалась пошла делать скорее узи сдавать анализы и на узи мне спросили ну а что у вас там у вас живут лишний вес поэтому наверное я говорю да я вообще-то худею я там изменила образ жизни и так далее и мне прямо врач который делает узи и сказала что скорее всего это связано с изменением образ жизни группах стоп такого быть не может я же веду теперь хороший здоровый образ жизни не должно становиться лучше наградную логически то так но ваш организм привык к совсем другому образу жизни и соответственно вот такие перемены он так реагирует я естественно не поверил вошла к терапевту она мне в принципе сказал то же самое пейте ножку я говорю да я вообще может тут умираю не знаю что то там у меня жуткое происходит я ночью не сплю вы мне ножку выписывайте вот и она так я же настойчивая девушка на меня послала еще гастроэнтерологу а я естественно пошла то какие-то еще там анализы мне дозначили дополнительные там чтобы проверить что-то кровь там на всякий случай потому что я была очень убедительно потому что жутко действительно испугалась вот я пошла со всеми тоже своими уже этими документами гастроэнтерологу ну и в принципе гастроэнтеролог тоже оказалась на мой взгляд некомпетентный сказал мне пейте ножку и ждите в течение месяца пройдет ну если не пройдет сделайте узи будем что-то еще искать я конечно вообще вышла оттуда в легком шоке потому что тут у меня все жутко болит а мне вот уже третий врач меня посылает пить ножку и ждать пока все пройдет но самое интересное что где-то в течение двух недель у меня наладилось и опять у кого-то происходит по-другому то есть мы начинаем пить достаточное количество воды но организм к этому не привык кто-то даже вот есть добавлять по 100 миллилитров каждые три дня как мы с вами договорились кто-то сталкивается с отечностью у кого-то из-за увеличения количества жидкости болят почки потом все проходит и люди тоже ходят к врачу и говорят что не все отлично анализы нормальные вот то есть кто-то просто элементарно на самом деле начинает добавлять большее количество овощей в свой рацион и сталкивается с метеоризмом и как минимум еще с тем что желудочно-кишечный тракт не привык перерабатывать клетчатку поэтому могут быть тоже различные проблемы с пищеварением это и тяжесть желудки потому что организму тяжело это переваривать с непривычки до у кого-то забор запоры у кого-то наоборот в общем это индивидуально и скажем так весьма неожиданно потому что ну логически должно быть ты делаешь все правильно лучше себя чувствуешь но такое тоже может быть и я хочу чтобы вы знали что и в этом вы не одиноки такое происходит с большим количеством женщин и это ну неприятно но эта часть нашего пути поэтому все будет хорошо и естественно если что-то до вас беспокоит лучше сделать так как сделала я то есть сходить до сдать там анализы сделать уйти ну в общем что он там назначит врач вот и уже быть уверены что никаких дополнительных да там чего там вас не обострилась да и так далее что это просто вот реакция организма на изменение образа жизни но лучше проверьтесь следующий момент тоже жутко неприятный это недоверие и неприятие со стороны родственников близких людей вашего нового похудения почему так происходит но я думаю объяснять тоже много не надо потому что простите у всех у кого есть лишний вес есть наверное диетический опыт и соответственно этот диетический опыт не только у нас у женщин но и у всей нашей несчастной семьи несчастны в те моменты когда мы в очередной раз решаем похудеть садимся на диету и даже очень много вот клиентов кто мне на сопровождении они тоже рассказывают что сразу вся семья напрягается потому что знаю что мама сейчас станет злой раздражительный что дома появится невкусная непривычная еда которую ну в принципе то и сама мама будет будет не очень особо да хотеть есть потому что все привыкли то что на диетах ну на самом деле да это не секрет в принципе так на себя все вели и ведем поэтому когда вы начинаете очередной этап да и несмотря на то что вы можете показать видео и что-то рассказать все равно вот это привычка того что похудение равно что-то такое вот неприятное она в любом случае остается поэтому дайте вашим близким родным конечно же время ну и покормить их вкусняшками потому что на самом деле вкусных рецептов огромное количество у меня на канале и то есть их заманить на свою сторону конечно становится проще и потом со временем когда они увидят что вы ничего такого экстраординарного не делаете вот то это что вы хорошо себя чувствуете да не становитесь злой а может быть наоборот лучше спите пьете достаточное количество воды лучше выглядеть от этого конечно и становится жить вообще веселее на самом деле вот и физическое психологическое самочувствие улучшается и конечно тогда они все-таки так скажем выдохнут дружной всей семьей и возможно к вам подключиться потому что на самом деле очень много сейчас вот семей которые да просто пишут мне сообщение там в директ что сначала там они скептически относились разок попробовали что-то мама наварила оказалось так даже ничего если с овощами бывает вкусно и потом все как-то они подключились вот поэтому опять дайте своим близким время потому что и то что вы такая опять обоюдная ситуация да то что вы решили не значит что они опять автоматически должны принять ваше решение потому что да у всех тоже есть свое мнение и свой опыт не всегда позитивный и конечно же они также как и вы имеют право на свое мнение но это не значит что вы должны кому-то что-то объяснять это значит что вы просто должны продолжать это по-прежнему самая эффективная стратегия до продолжаем со сложностями сложность номер шесть это голод нет минут нт это просто голод почему потому что многие из нас привыкли кусочничать перекусывать закусывать подъедать доедать заедать в общем делать все что связано с едой постоянно и когда даже вы начинаете есть нормальную сытную вкусную достаточную для взрослого человека порцию но вам теперь нужно есть три раза в день то конечно же тут организм напоминает о том что мы вообще-то раньше жили совсем по-другому и конечно же напоминает он нам об этом с помощью голода и это то что очень сильно вот лично мне сергею отравляла так скажем жизнь на начальных этапах потому что это ну раздражает плюс ты же логически до разумом понимаю что ты съела нормально еды то есть ты действительно там не умираешь от голода все хорошо все отлично но твой организм по привычке что-то ешь постоянно что-то же ешь дал многие про эту привычку пишут что-то жевать постоянно и организм очень настойчиво и постоянно тебе об этом напоминает и что тогда нужно делать конечно же нужно что-то жевать самое безопасное что вы можете пожевать это фруктовые какие-то перекусы и ягоды использовать да сейчас тем более лето и конечно же овощные салаты это вообще идеальный перекус вот да такой момент что когда мы начинали то есть я уже и салата поела уже я и яблок поел и все поела я-то умом понимаю что мне хочется не именно поесть сейчас салата хотя я чувствую уже наполнение до в желудке а мне хочется я не знаю какой-то пиццы заказать ядовитенькой там или каких-то колбасок или роллов там суши что-то такое и доходило до того что вот я на ну на телевизоре там или на телефоне открывала каталоги доставки в кафе которых мы раньше ходили и смотрела и думала вот представьте человеку была мечта у бедной толстой голодной женщины что вот я похудею и тогда смогу пойти в кафе и может быть раз в месяц буду себе такое заказывать теперь честно у меня нет никакого желания это делать но тогда для меня это казалось вот такой вы знаете голубой мечтой наверное и это на самом деле выглядело немного жутковато потому что сергей приходила я сижу такая перед большим телеком и смотрю на тему еду которую не буду есть но это вот некий вид сублимации который меня как-то все таки вот держал на плаву так что если что вот вам лайфхак до номер семь который следует логически за номером 6 это чувство утраты а потому что вы знаете на одной консультации меня девушка спросила все мария я все конечно понимаю но скажите мне вот честно как вы решили вот когда вы же начали худеть как вы решили что вы никогда в жизни больше не будете есть шоколад я говорю вы знаете если бы я когда начала худеть постоянно бы думала о том что я никогда в жизни не буду есть шоколад конфетку там какую-то из магазина или еще какую-то гадость которую я теперь не покупаю да то вряд ли бы у меня что-то получилось и поэтому чувство утраты чего-то вот до части на самом деле вашей жизни она нормально вот это но обычные эмоции от них никуда не деться и вот эту так скажем и пусть это то чего мы хотим отказаться пусть мы умом да разумом своим прекрасно понимаем что это нам вредит что это нам не нужно что в том числе из-за того что мы ели вот эти вредные ненужные нездоровые продукты у нас появился лишний вес ожирение проблемы разнообразные со здоровьем вот но это не отменяет того что вот этих вот запретностей нам будет не то что нам их будет в общем этого не хватать и это нормально абсолютно опять мы люди мы не роботы и вот по нажатию кнопки до пошел по щелчку переключения не происходит я хочу чтобы вы знали что все эти сложности точно так же прожила я и проживают все люди которые начинают свой путь до по снижению веса вы абсолютно не одиноки и это нормально ну жутко неприятно конечно но у вас получится номер восемь это непривычная еда потому что есть та еда которую мы хотим то не да по которой мы скучаем которые мы привыкли и есть конечно новая еда она возможно даже вкусная но непривычно часто допустим к сожалению и у меня точно также было непривычная еда это суп то есть люди допустим той же я я вообще не понимала зачем есть суп если можно съесть какое невкусненькое второе да или еще что-то вообще его не было в меню там может быть там если какой-то борщ свалить сварить или какую-нибудь там солянку с разными видами мяса все остальное или там чтобы варить суп без мяса мне такое в голову вообще не пришло раньше и конечно же мы все с этим сталкиваемся и опять тут очень важно то как вы к этому относитесь то есть нужно относиться так стараться до направлять свои мысли в верном направлении вот что я не ем какую-то новую дурацкую еду а я пробую что-то новое потому что да у меня есть старая еда которая к сожалению хоть она мне нравится но вот она привела к таким результатом и соответственно я хочу изменить свою жизнь я хочу изменить свой вес и да я буду пробовать а там уж как пойдет честно кто бы мне сказал что я и тем более мой муж будем съедать по полкило от салата и свежих овощей на ужин я бы этому никогда не поверила ну и что обязательно у нас дома будет большое количество фруктов не для детей а именно в том числе ну и для нас поэтому еда непривычная но это не значит что через какое-то время вы не привыкните к ней не полюбите ее то есть это просто значит что мы пробуем новое именно к этому я вас именно так к этому я вас призываю относиться номер девять это конечно же продолжение всех предыдущих пунктов это желание вернуться к старому потому что да я толстая у меня проблему со здоровьем но это все так сложно я устала я не хочу я не буду меня все достало я хочу уже пойти и съесть не знаю но я про себя говорю я по сладкому горала до съесть шоколад или там купить торт и вообще наконец-то просто перестать про все это думать и вернуться вот в ту уютную такую оббитую жирным до зону комфорта вот и это тоже бывает это абсолютно нормально и желание бросить все к чертям это тоже нормально потому что мы люди и если у вас такие мысли это не значит что у вас не получится это просто значит что вы делаете много еще раз повторю что вы устали и но это правда да не раз и готова это на самом деле ну серьезная достаточно работа и конечно результаты будут тоже серьезными для того чтобы они были с этими сложностями нужно справляться поэтому такое желание у вас однозначно будет и тут хорошая все-таки такая выручка знаете мне помогала просмотр просто моих вот фотографий того как я выгляжу до воспоминания о том как ты собираешься в отпуск и все что ты можешь себе позволить это слитный купальник и причем это там слитный купальник за 45 тысяч рублей потому что ну все остальные купальники не поддерживают там живот и вот в дорогом купальнике да там и специальных материалов ты хоть как-то приличнее выглядишь ну и все вот эти моменты которые связаны с лишним весом то есть это и у потливость и конечно же просто тяжело жить тяжело ходить когда много лишнего веса я думаю вы сейчас об этом прекрасно да вспоминаете понимаете когда я об этом говорю то есть просто все вообще тяжело поэтому вспоминайте о том почему вы хотите уйти от тех привычек от той еды которые есть и зачем для чего вам нужно прийти к новому потому что это очень важно это очень помогает и вы обязательно справитесь я вас верю ну и конечно вишенка на торте номер десять это праздники потому что как только ты решила худеть сразу вас приглашают везде корпоративы дни рождения юбилеи свадьбы новый год в общем все что угодно все случается прямо таки просто вся всели вселенная направил на вас все праздники мира и конечно это же опять та сложность которой мы сталкиваемся все потому что мы действительно стараемся мы хотим но опять попадаем на такое так скажем пир где все то отчего ты с одной стороны конечно хочешь отказаться потому что разумом понимаешь что то как раз таки то что употребление этой пищи то что привело тебя до к тем проблемам которые есть но это одновременно то чего мы так хотим поэтому напоминаю в праздники стратегия такая праздники это один прием пищи то есть либо праздничный обед либо праздничный ужин не готовим там на неделю праздничную дату и встретили праздник и разошлись если вы куда-то идете то есть не принимаете гостей а идете там в кафе на корпоратив либо там друзьям то опять выбираем то что поели если вдруг понеслась душа в рай поели выпили то опять делаем просто выводы но вначале у нас точно так же было потому что это был такой вот разрешенный момент поесть что ты я как такой толстенький ребенок ждала знаете когда будет праздник чтобы наконец-то поесть но а самое главное что вот я начала делать до вначале самом что праздник это праздник потом я не продолжаю праздновать и все-таки в до в большинстве случаев праздники не бывают каждый день праздники не бывают раз в неделю и потом когда вы уже привыкнете питаться нормальной обычной здоровой едой чувствовать легкость в животе вам и не захочется да так много есть или есть то что вы привыкли а вначале опять не забывайте о том что к себе нужно относиться снисходительной никаких там наказание в виде разгрузочных дней и еще там чего-нибудь абсолютно не нужно вот с такими сложностями столкнулась я вот о таких сложностях мне рассказали вы если какие-то сложности в начале снижения веса я не озвучила они у вас есть обязательно поделитесь своим мнением в комментариях потому что это помогает нашему сообществу это очень сильно помогает людям которые начали для того чтобы понять что они не одиноки и что все на самом деле сталкиваются со сложностями и это просто часть пути и конечно же задание на сегодняшний день первое задание это конечно провести анализ своих сложностей потому что не все эти сложности могут быть у одного человека да не все эти сложности могут быть вот так скажем в какой-то дать очередной очередности вот то есть нужно послушать подумать да с какими сложностями вы столкнулись потому что вы заметили что параллельно я дала так скажем варианты того как с этим справляться и еще хороший момент если вы как-то по-другому справляетесь потому что все мы разные и каждый опыт абсолютно уникален тогда поделитесь этим напишите комментарий как вы справляетесь такими сложностями это будет очень полезно вот и конечно же задание номер два это продумать какие есть варианты решения разрешения этих сложностей то есть что конкретно вы применительно к своей личной индивидуальной ситуации можете сделать для того чтобы с этими сложностями справиться до пережить переждать и конечно продолжить свой путь к здоровому весу потому что повторюсь у всех разные ситуации финансовые разные семьи разные страны и так далее но цель одна и поэтому конечно же нужно обязательно искать варианты решения напоминаю что сегодня как обычно состоится прямой эфир в instagram 17 часов по москве и я конечно же желаю чтобы вы нашли решение своих сложностей ну а если что я на связи сегодня прямой эфир будет на тему сложности при похудении вот с вами была мария мироневич которая тоже испытывает сложности но это не значит что у нас не получится это значит что мы с вами будем продолжать и через две с половиной недели гипс мы снимут так что все будет хорошо заряжаю вас позитивом вот я с вами мы все вместе все получится вот и сложности это неприятно конечно но эта часть жизни мы не живем в идеальном мире мы живем в реальности поэтому у меня получилось и получится у вас я в этом не сомневаюсь с вами была мария мироневич у которой тоже бывают сложности я желаю всем любви добра и конечно же здоровья